Здравствуйте! Вы смотрите программу «Здоровье». Знаете ли вы, что в 25 лет заканчивается формирование тела? В народе говорят, после 25 человек не растет. Это значит, что за этот срок мы должны подготовить растущий организм ко взрослой жизни. И мы сегодня начнем подготовку. А чем же живут современные подростки, которые, кстати, хотят быть в форме? Они зависают в соцсетях, кушают гамбургеры, что, конечно же, не придает им силы. И сегодня мы пригласили в нашу программу моего коллегу, ведущего программы «Детский доктор» на телеканале «Беларусь-1» Валерия Андриенко. Если мы сегодня говорим о здоровье целого поколения, то что мы должны под этим вопросом понимать? Ну, вообще не все так печально в нашей стране, как вот вы преподнесли. В других странах все намного хуже, если касаться уже веса и гиподинамии детей. Ну и, естественно, вкусовые приоритеты, когда пришел фастфуд в нашу страну, когда легкодоступные стали рафинированные углеводы, это действительно проблема. И сегодня я попытаюсь вам рассказать, почему это проблема и что с этим делать в принципе. Итак, мы берем на себя ответственность разработать целую стратегию правильной жизни для нашего подрастающего поколения. АПЛОДИСМЕНТЫ Идет Великий пост. Время подумать над своими мыслями, чувствами и образом жизни. Но многие это время воспринимают как повод сесть на строгую диету, и я с этим категорически не согласен. Сегодня на нашей кухне здоровье шеф-повар Игорь Цептюра и Анастасия, ведущая программы «День в большом городе». И у меня к вам, Анастасия, вопрос. Как вы считаете, пост – это действительно время сесть на строжайшую диету? Знаете, я думаю, что во время поста самое главное, чтобы мысли были правильными и добрыми. Но, как вы сказали, многие используют это время для того, чтобы сесть на диету и избавить пару-тройку лишних килограммов. Но многие не догадываются о том, что постные блюда могут быть тоже весьма калорийными. Вы знаете, это действительно так, и очень скоро мы узнаем, как же все-таки заменить большое количество углеводов в постном меню. Сегодня у нас в гостях замечательная певица и прекрасная ведущая Ольга Плотникова. Здравствуйте! Добрый день, Николай! Огромное спасибо, что вы всегда находите время прийти на нашу программу. И я знаю, что вы хоть и очень занятой человек, но всегда очень отзывчива на чужую боль. И сегодня у нас действительно очень такая вот серьезная тема. Тема, которая касается такого заболевания, которое, к сожалению, движется только в одну сторону. И, наверное, многие люди, которые вам доверяют, послушают вас и, может быть, последуют вашему примеру, что в жизни нужно знать очень-очень много еще и о собственном здоровье. Вы знаете, я не только не безразлична, я всегда с огромным удовольствием прихожу к вам в гости, потому что, ну, во-первых, у вас здесь тепло и уютно, всегда очень замечательные люди приходят к вам в гости. Ну, а во-вторых, и, наверное, в главных, здесь все мы, простые люди, можем узнать больше о самой главной нашей ценности, о здоровье, о том, как его сохранить, а может быть, улучшить, если по какой-то причине оно где-то дало сбой. Действительно, тема, о которой дальше пойдет речь, очень сложная. И вот простой пример. Представьте, вы идете в городе, и вдруг видите, что рядом с вами проходит человек, у которого шаткая походка, как-то трясется рука. Вот что бы вы подумали? Первая мысль была бы, что человек немножко выпил. Выпил, естественно, алкогольных напитков. Ну, хорошо. А запаха алкоголя изо рта нет. Тогда что? Ну, честно вам скажу, запах изо рта, он не уловится, наверное, даже при близком контакте. В любом случае, я в таких ситуациях стараюсь подойти к человеку, спросить, просто банально спросить, может быть, вам нужна помощь, может быть, чем-то помочь. Если я пойму по реакции человека, что его что-то беспокоит, то, наверное, как-то начну проверять пульс, наверное, начну прислушиваться, слушать его сердцебиение, как-то вообще оценивать его кожные покровы и так далее. Масса признаков, на которые стоит обратить внимание при первом знакомстве с человеком, особенно если этот человек себя по каким-то причинам чувствует не очень. Ольга, вы сделаете все правильно, потому что сейчас вы назвали те самые элементарные вещи, которые должен сделать любой человек. Поговорить, узнать, находится ли человек в сознании и оценить его состояние. Ну, а сегодня мы поговорим о болезни, которая скрывается под множеством масок. Иногда эта болезнь проявляется шаткой походкой. Иногда люди, которые болеют этой болезнью, не могут достать кошелек, не могут пересчитать денег, не могут застегнуть пуговицу. Рассеянный склероз – болезнь со множеством масок. И мы узнаем, как же она маскируется. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Вы смотрите программу «Здоровье», и сейчас мы обсуждаем очень щепетильную тему, диагноз которой звучит иногда как приговор – рассеянный склероз. И я хочу пригласить в нашу студию врача-невролога Анну Георгиевну Бунян. Встречаем! Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня неврология движется тоже очень быстрыми, семимильными шагами вперёд. Но вот эта болезнь – рассеянный склероз – всё равно остаётся загадкой. На самом деле причины рассеянного склероза на сегодняшний день ни учёные, ни врачи не знают. Рассеянный склероз считается на сегодняшний день – это заболевание полифакторное или со множественными причинами. Они могут быть как внешние, так и внутренние. Ко внешним причинам на сегодняшний день относят возможные вирусы, географическое расположение местности, где живут пациенты. А ко внутренним причинам чаще всего это генетическая предрасположенность. Вот термин «склероз». Как вы понимаете, есть ли разница между склерозом и рассеянным склерозом? Ну, вообще, я разницу понимаю, вот честно вам сразу признаюсь, но думаю, что большинство людей думают, что склероз, тем более рассеянный, да, вот тут само слово говорит за себя, человек становится рассеянным, где-то легкомысленным, память у него ухудшается, внимание тоже вместе с ним. Но я прекрасно понимаю, что, да, есть такое понятие, когда склерозируются сосуды и действительно кровоснабжение страдает, от этого человек недополучает кислорода, и действительно вот у него происходит какая-то рассеянность. Но это всё не о рассеянном склерозе. Рассеянный склероз связан с нервной системой, когда страдают уже нервные волокна. Верно? Центральная нервная система, сказать правильно. И заболевание, в общем-то, это почему называется рассеянное? Потому что образуется достаточно много бляшек в головном, в структуре именно головного и спинного мозга. И за счёт своей рассеянности и вот этих вот бляшек, которые видны при магнитно-резонансной томографии, оно получило своё такое название рассеянный склероз. Ольга, может, вы знаете, что такое миелин? Да, я знаю, это то самое вещество, которое... Покрывает нерв. Если представить нерв, это вот моё такое видение вопроса, пускай меня специалист поправит, если нет. Есть нервы, они как провода, да? Провода, они существуют в какой-то такой обмотке. И миелин в данной ситуации, это и есть вот эта вот обмотка провода. Вы совершенно правильно, Ольга, говорите, да. Мы даже пациентам зачастую аналогию проводим, чтобы им было легко представить, что же такое миелиновая оболочка, что такое нерв. Действительно сравниваем с проводами. Оголённые провода у нас получаются. А когда миелин разрушается, совершенно верно, остаётся вот это нервное волокно, оголённое, по которому, соответственно, нервные импульсы проводятся уже не так полноценно. Я предлагаю вам, нашим зрителям, посмотреть, на каком же уровне происходит поломка при рассеянном склерозе. Рассеянный склероз – это автоиммунное заболевание. При этом состояние организм видит некоторые собственные ткани как чужеродные. В частности, миелиновую оболочку, которая покрывает большинство нервных волокон и начинает бороться с ними с помощью антител. Антитела атакуют миелин и разрушают его. Нервные волокна оказываются оголёнными. Это состояние клинически уже проявляется начальными симптомами. Итак, вы правильно сказали, что рассеянный склероз – это действительно болезнь, которая просто выключает способность наших нервов передавать информацию. Итак, что же дальше происходит? Когда происходит нарушение, показано в этом ролике, могут возникать первые симптомы заболевания, именно которые пациент может почувствовать и которые зачастую могут пройти самостоятельно. В общем-то, не обратив на внимание на это, пациент может жить дальше полноценной жизни до следующего обострения. И когда возникает новая симптоматика, уже обращается к врачу, и потом уже при расспросе доктором пациент может рассказать и вспоминать, что у него были уже первые симптомы болезни. А что это за симптомы? Вот мне очень интересно. Как обнаружить эту болезнь? Вы знаете, да. Чтобы не у себя. Как вообще? Какие признаки существуют? На самом деле, рассеянный склероз считается многоликой болезнью. Почему? Потому что нет единого симптома, который был характерен только для рассеянного склероза. Могут поражаться различные системы. Двигательная, чувствительная, координаторная, зрительная. В зависимости от поражения соответствующие симптомы, которые могут быть очень многолики. Может возникнуть один симптом, а может сразу несколько. Я помню, в детстве у нас в городе жил мужчина, который ходил, и вот он такой мелкая дрожь, мелкий тремор такой был. Я так понимаю, что вот когда человек болеет, когда болезнь зашла слишком далеко, то обратного пути ремиссии можно не ждать. Но ведь Ольга сказала о треморе. А вот скажите, есть тремор при болезни Паркинсона? А может ли быть тремор при рассеянном склерозе? Знаете, да. При болезни Паркинсона это тремор покоя. То при рассеянном склерозе это больше тремор при движении. И тремор может быть как рук, так ног, так и всего тела. Ну хорошо. Тогда что делать? Может быть, есть какие-то ключевые симптомы? Например, человек начинает терять зрение. Как это связать с рассеянным склерозом? Или всё-таки надо его отправить к офтальмологу, потом к неврологу? У офтальмологов на сегодняшний день действительно есть настороженность в плане развития рассеянного склероза при тех случаях, когда к ним обращаются молодые пациенты с исчезновением зрения на один глаз, к примеру. В таких случаях они рекомендуют пациентам впоследствии пройти магнитно-резонансную томографию, один из методов диагностики, и при обнаружении изменений обратиться, соответственно, потом к неврологу. Вы почему-то сейчас сказали, что когда появляются молодые пациенты, эта болезнь и у молодых проявляется? Разве не только у пожилых? Вы знаете, она в основном проявляется у молодых людей. Это считается болезнью молодых. Преимущественно болеют молодые, трудоспособные люди. Больше болеют женщины примерно в два раза. И заболевание, к сожалению, может действительно разрушить дальнейшие планы молодых людей, когда вдруг оно у него диагностируется. Скажите, Анна Георгиевна, вот ощущение, мы слушаем сейчас про рассеянный склероз, и кажется, что это просто приговор. Вот насколько эта болезнь распространена у нас в Беларуси, и стоит ее бояться? Может быть, это редкие частные случаи? Вы знаете, к сожалению, нет. Ольга, здесь я успокоить вас не могу. В Беларуси относятся к эндемичным зонам по достаточно высокой заболеваемости рассеянного склероза. По тем данным, которые мы имеем, количество заболевших пациентов растет с каждым годом. Течение заболеваний изменяется. Изменяется возраст, когда оно начинается. А есть ли какие-то пусковые механизмы, которые указывают на эти первые симптомы? Вот иногда вдруг человек обычно, например, брал стакан, обычно застегивал пуговицу в рубашке, а тут вдруг, вдруг он не смог. И говорит жене своей, дорогая, что-то сегодня со мной не то. Но обычно женщина говорит, милый, ты переработался, наверное, возьми отпуск, отдохни. А может быть, к врачу бежать сразу нужно? Ну, сразу, может быть, не сразу. Если этот симптом сохраняется, там, день, два, три, а если он еще и прогрессирует, тогда, конечно, нужно обращаться к доктору. Просто бывает физиологический тремор на фоне усталости, после физической нагрузки тяжелой, который пройдет. А вот какие сегодня методики в современной неврологии есть для выявления этого заболевания? На сегодняшний день мы пользуемся критериями Макдональдта 2010 года. Критерии, которые пользуются во всем мире, где важные моменты, на что обращают внимание, это клинические проявления, пациента есть жалобы, и доктор-невролог, когда смотрит, видит определенные поражения нервной системы, а также магнитно-резонансная томография. Два, в общем-то, основных диагностических критерия, по которым мы можем при сочетании определенных пунктов ставить диагноз рассеянный склероз. Головной мозг – центр управления организмом. Любой сбой в его работе тут же отражается на здоровье человека. Благодаря диагностике сегодня можно увидеть любые изменения в структурах головного мозга, которые происходят, например, при рассеянном склерозе. Есть множественные очаги, вот мы видим яркие вот эти вот участочки. Есть их перпендикулярность к желудочкам боковым. Между боковыми стеночками бокового желудочка и этими очагами нету здоровой ткани, они непосредственно смежно прилежат к стенкам боковых желудочков. Также очаги видны непосредственно возле коры. Вот тоже имеют очень важное для нас диагностическое значение. Современная диагностика позволяет выявить сложные случаи, концентрический склероз БАЛО – очень редкая форма болезней. А на экране ничего пугающего. Что-то похожее на спил дерева. Получают такую картинку только на томографах с мощной магнитной напряженностью. С помощью этого аппарата можно проводить любое исследование нервной системы, как у взрослых, так и у детей. Единственный в Беларуси аппарат, экспертного класса аппарат, вот где мы можем провести исследование на самом современном уровне диагностики, который сейчас есть в мире. Вот выше поля нету. Три Тесла аппараты. Везде во всем мире. Это самое последнее, самое новое. Во время магнитно-резонансной томографии видны все изменения в головном мозге при рассеянном склерозе. Чтобы исключить другую болезнь, в диагностике используют контрастное усиление. Пациенту вводят вещество, которое накапливается в очагах поражения, что позволяет визуализировать ситуацию и принять верное решение. На этих трёх изображениях мы видим яркие интенсивные очаги. Они разные. Здесь диффузное накопление контрастного вещества. Здесь контрастное вещество накапливается в зоне патологического процесса кольцом. Здесь не полукольцо, как говорится, такой признак накопления по типу полукольца. Вот так вот видно то контрастное вещество в зоне патологического процесса, которое мы вводим внутривенно. И это помогает нам в постановке диагноза. Рассеянный склероз неизлечим, но своевременная диагностика поможет выиграть время для более эффективной борьбы с болезнью. Ну а если мы на раннем этапе подхватим эту болезнь? Если мы точно поставим, что это рассеянный склероз? На сегодняшний день существует лечение рассеянного склероза. Оно делится на лечение обострения, когда пациент обращается с какими-то жалобами, и так называемое превентивное лечение или лечение модифицирующей терапии. Лечение обострения, все доктора знают, что это такое. В условиях стационара получают мощную пульс-терапию гормональную пациенты, на фоне которой симптомы болезни могут исчезнуть, могут уменьшиться. Но опять же симптомы исчезли. Болезнь, к сожалению, не останавливается. Нет такого лекарства на сегодняшний день, которое бы излечило эту болезнь. И назначается превентивное, профилактическое, она еще называет препараты, изменяющие течение рассеянного склероза. Назначаются эти препараты. Мы ожидаем, и Минздрав проработкой этого вопроса на сегодняшний день занимается, и в ближайшие годы мы будем иметь в своем арсенале лечения препараты, изменяющие течение рассеянного склероза. Соответственно, облегчит эту работу нам, а пациентам их состояние. Но качество жизни улучшится. Насколько оно улучшится? Вы знаете, между обострениями в начале заболевания пациенты чувствуют себя абсолютно здоровыми людьми. Они ведут тот же образ жизни. Единственное, им нужно предостерегать себя от вирусных инфекций, от переохлаждения, перегревания, смены климатических поясов. То есть те факторы, которые могут повлиять на иммунную систему. Если болеть не запустите, или даже если человек лечится, может быть такое, что все равно рано или поздно он, к сожалению, перестанет себя обслуживать. Он будет абсолютно беспомощным и выпадет из жизни. Может такое случиться, потому что на сегодняшний день нет, еще раз, возможно, повторюсь, нет препарата, который бы остановил болезнь полностью. Рассеянный склероз на сегодняшний день – это болезнь управляемая. То есть есть лекарственные средства, которые могут это заболевание, замедлить прогрессирование, уменьшить количество обострения, уменьшить их тяжесть. Анна Георгиевна, ну еще один немаловажный вопрос. Понятно, с больными разобрались, как им помочь, мы уже знаем. А вот что делать близким? Ведь они зачастую просто вот теряются и не знают, как им поддерживать, лечить, бежать куда-то, искать специалистов. Что вы посоветуете? Знаете, есть одно очень хорошее сравнение про рассеянный склероз, что он как незваный гость является нежданно, с большим количеством багажа, расселяется по всем комнатам, остается там навсегда. То есть для родственников совет, как и для пациентов, мы даем какой? Что принять эту болезнь. Понятно, что меняется их образ жизни, меняется социально-экономический статус, меняются, возможно, какие-то дальнейшие планы на будущее, но болезнь, если принимается, возможно, коррекции всех этих факторов сделать и дальше продолжать жить. То есть самое главное – это следить за своим здоровьем, вести здоровый образ жизни, обращать внимание на малейшие симптомы и немедленно обращаться к врачу. Так ведь? Совершенно верно. Не переключайтесь, потому что впереди нас ждет знакомство с отважным парнем, который сам решил изменить свою жизнь. Знакомьтесь, Влад, 13 лет, типичный подросток, обожает гонки, стрелялки, а еще разные вкусняшки. Ну, шоколадки, булочки, с повидом. И, конечно, ни дня без газировки любовь измеряется бутылками. Ну, две где-то, три. Ни в чем себе не отказывать. Вот она, сладкая жизнь. Правда, в последнее время Влад начал поправляться. Даже в школе, заметили, стали подшучивать. А тут как раз время профилактического осмотра в поликлинике. Здравствуйте. Чтобы оценить физическое развитие Влада, нужно измерить его вес, рост и обхват грудной клетки. Так, все, готово. 47,800. А сейчас померим рост. Померим 60. Плотни, пяточки вместе. Головку ровно. 149. Все. Поднимаем рубашечку. 75 сантиметров. Все показатели доктор сравнивает с данными в специальной таблице. Все в норме, заключение эксперта. И только Влад знает, что еще два месяца назад был на 5 килограммов меньше. Если такими темпами он и дальше будет набирать вес, диагноз ожирения станет вполне реален. А это грозит не только шопингом за джинсами большего размера. В первую очередь, это, конечно, сердечно-сосудистые заболевания, которые в родственном возрасте являются причиной большого количества смертей. Второе – это сахарный диабет. Третье – это заболевания желчевыводящих путей. Листая уже не гаджет, а медицинскую карточку, где еще нет таких грозных заболеваний, Влад задумался – может быть, сладкая жизнь не так хороша, как кажется на вкус? Вообще я не знал, что это настолько плохо. Надо что-то с этим делать. А у нас в студии тот самый мужественный парень Влад, который решил поработать над своими маленькими изъянами. Я буду говорить так, и ты, Влад, действительно очень мужественный человек. Кстати, кем ты хочешь быть? Я врачом хочу стать. А в какой специальности хочешь работать? В кардиохирургической. В кардиохирургической? Что ж, это очень неответственная специальность. И тут ты себя проявляешь как истинный врач. Вначале начни заниматься своим здоровьем, а потом уже внуши пациенту, что он тоже должен встать на здоровый путь. И ты знаешь, сегодня мы тебе поможем, потому что специально для тебя. Мы пригласили ведущего программы «Детский доктор» на Беларусь-1 Валерия Васильевича Андриенко. С чего надо начать? Когда молодой человек захотел исправить свои маленькие изъяны? Вы как педиатр, вам слово. Вы сразу так на меня вешаете. Давай, помогай огромному количеству детей. Все, на тебе лежит вся ответственность. Вот нет. Ответственность лежит прежде всего на родителях. Ну, это естественно, потому что, уважаемые родители, мы с вами произвели на свет чудо, и нам ответственность нести до 18 лет. Недаром педиатрия до 18 лет. Поэтому начинать нужно прежде всего с родителей. Объяснять им, как должен быть устроен быт ребенка, как должен быть сформированный его режим дня, что должен кушать ребенок. Потому что, естественно, нам проще что дать ребенку? Что-то достать, не готовить, поел. Шоколадку купил, чтобы успокоился, правильно? Газировочкой запил. Ребенок доволен и счастлив, и вроде бы как его мечта сбылась. Мы немножко пообщались с молодым человеком за кадром. Некоторые измерения провели, и будем говорить о том, что у него есть небольшой избыток массы тела. Культура питания в семье должна прививаться ребенку с пеленок. Легко найти такие пирамиды, где написано, сколько и как должен есть ребенок. Но, во-первых, самое главное, не забываем, что ребенку тоже надо пить. Захотелось пить, восполняем жидкость. Чаще всего газировками дети утоляют свою жажду, правильно? Давайте спросим, Влад, вот в школе, ты, кстати, в какой ходишь класс? В седьмой. Чем утоляешь жажду на переменах? Соками утоляю жажду. Соками, газировками? Сладкими. Да, сладкими. Вот одна из проблем. Естественно, пить нужно воду. И я уверен, что молодой человек, месяц побыв без рафинированного сахара, а просто забыть, что это такое. Есть понятие пищевые приоритеты. Если детям до шести лет не давать рафинированного сахара, они потом вообще на него внимания обращать практически не будут. Итак, Влад, с понедельника в школу ты берешь только питьевую воду. Это первая ваша рекомендация, коллега, правильно? Да, питьевую воду. И, ну, естественно, перекусы есть. Перекусы мы что хотим? Бутербродик такой с жирненьким салом, да, с ветчинкой. С майонетиком? Зачем? Если можно это сделать яблоком, если можно сделать это бананом. Любишь сладкое сухофрукты в небольшом количестве, идеально. Орехи – очень калорийный продукт. Это что касается питания. Рекомендаций может быть очень много. Самое простое, с чего нужно начинать, это убрать все рафинированные сахара из дома. И это должен сделать родители, мне так кажется. Ну и следующий вопрос. Что имеешь по физкультуре в школе? Ну, у меня девять по физкультуре. Все нормативы делаешь? За сколько ты бежишь километр, например? Я, честно говоря, не помню. Так. Ну, может, примерно за шесть минут. А надо? А надо за четыре. Итак, у нас… Я тоже, может, за шесть пробегу, если не пробовал ни разу. Во-первых, я скажу, Влад, я тебя не буду огорчать сегодня. За компьютером тебя сидеть можно. Играть в стереолки, в шутеры тоже можно. Но все должно быть дозировано. Действительно, были исследования, которые говорят о том, что шутеры, и где идет резкая смена, где должен ребенок следить за разными объектами, она развивает память, она развивает реакцию, она развивает мышление ребенка. Но это все должно быть дозировано. Немножко смотивирует тебя таким способом. Ты хорошо учишься вообще? Да. А хочешь хорошо учиться в институте? Так вот, были исследования, которые говорят о том, что физически развитые молодые люди, которые идут в университет, показывают лучшие показатели IQ, это мышление, так скажем, память у них лучше. Поэтому заниматься физической культурой нужно обязательно. Влад, ну а перед тем, как мы тебя отправим заниматься спортом, сейчас мы расскажем интересные вещи, которые ты еще успеешь выучить, когда будешь учиться в медицинском университете. Смотри, пожалуйста, внимательно. В нашем теле огромное количество мышц. Крошечные и многочисленные мышцы кистей рук позволяют нам совершать точнейшие движения пальцами. Мышцы черепа – жевать и улыбаться, голосовые – говорить и петь. Мышцы вместе со скелетом составляют каркас тела. Они держат позвоночник, образуют стенки туловища и защищают внутренние органы. Ни одно движение в теле не происходит без помощи мышц. Даже кровь течет по сосудам не сама, а подгоняемая важнейшими мышечным органам – сердцем. Большинство мышц, особенно это относится к скелетным, для нормальной работы и развития нуждаются в постоянных нагрузках. Что надо для того, чтобы ребенка абсолютно спокойно отправить заниматься спортом? Вот надо ли прийти к вам, к педиатрам? Естественно, но есть замечательная такая штука, ее выдавали давным-давно, называется амбулаторная карта. Здесь записано вообще в принципе, как ребенок родился, как он рос, развивался, какие заболевания есть. И если есть какие-то хронические заболевания, какие-то проблемы, мы тогда обследуем и смотрим. Есть небольшие нюансы у детей, естественно. Мы не ведем детей в тренажерные залы. Давайте спросим, Влад, вот тебе хочется ходить в тренажерный зал? Он сказал да. Мне хочется. Хочется ходить. А я спросил, а без папы будешь ходить? Он сказал, ну, с папой ходит. Скорее всего, нет. Ребята, давайте еще раз определимся, что это самостоятельный организм, который чего-то хочет. Захотел он пойти на коньки, отдали на коньки. Не надо водить его, если вы не хотите спортсмена великого вырастить, не надо его водить туда, заставлять. Пришел, домашнее задание сделал, все, на улицу и тусуйся там. Так было в моем детстве. Так правильно. Потому что физическая активность очень нужна для всех систем. Иногда мамы и папы начинают детей отдавать во всевозможные виды спорта, не понимая, когда же туда действительно надо отдавать, например, мальчика. Давайте еще раз определимся по поводу профессионального спорта и физической активности. Если ваш тренер говорит о профессиональном спорте, то да, да, действительно. Но, как правило, маленьких детей в таких секциях учат, во-первых, командным каком-то взаимодействию, они не качают там мышцы сильно. Вообще все движения, все занятия, которые должны быть у детей, они должны быть без утяжеления, они должны быть собственным весом. Поэтому я говорю про спортзал, что ребенку там достаточно неинтересно будут вот эти железяки. Во-первых, нельзя ими заниматься, этими железяками, поэтому его должно заинтересовать что-то. А что детей интересует? Это общение со сверстниками, когда у него что-то начинает получаться. Поэтому, во-первых, давайте говорить о том, что если вы видите, что у ребенка начался какой-то набор веса, непонятный вам, или какие-то изменения, обратитесь к педиатру. Есть состояние, когда это проблема, когда это метаболический синдром, когда это какие-то заболевания. Обратитесь, если педиатр скажет, что противопоказаний занятия физической активностью у ребенка нет, господи, вот тут выбор уже, пожалуйста, что хотите, то и делайте. Ну, лучше та улица, свежий воздух. Можно и дома, конечно, заниматься. Влад, ну тут столько много всего сказано, ты понимаешь, какая на тебе громадная ответственность. Вот что ты скажешь, не испугался? Не, не испугался, я готов идти в бой так называемый. Ты исключаешь что? Сладости, газировки, перекусы должны быть сбалансированы. Так. Не жирная. Мне необходима двигательная активность. Ну и? Самое важное, мне кажется, молодой человек уже сделал. Сделал первый шаг. Он захотел что-то изменить. И поверь мне, вот ты будешь дальше двигаться шишками какими-то. Тебе не нужно сейчас запоминать, что я должен сделать. Это придет самостоятельно. Во-первых, у тебя есть родители, которые тебе помогут. Я уверен, что они очень рады за тебя, что ты хочешь что-то изменить в своей жизни. Они будут тебе помогать. То есть главное желание, это самое важное, мне кажется. Влад, мы все-таки нашли для тебя тренера. И я думаю, по специальной программе он поможет тебе прийти к тем результатам, которые ты ожидаешь. Ну и я думаю, что в скором будущем, буквально через несколько программ, наверное, за тобой потянутся все твои ровесники. Да и мы, наверное, тоже посмотрим на Влада и присоединимся. Ну а мы не переключаемся, потому что ровно через несколько минут мы узнаем, как же правильно питаться в пост. Идет великий пост. Это время, когда мы должны становиться лучше, когда мы должны приводить в порядок свои мысли, чувства и образ жизни. Но многие считают, что пост – это время сесть на строгую диету. И я еще раз повторю, с этим я категорически не согласен. Сегодня у нас на кухне здоровье шеф-повар Игорь Цептюра и ведущая программы «День в большом городе» Анастасия. Как вы считаете, какие продукты чаще всего используют в пост? Это продукты, которые нам традиционно знакомы. Это крупы, бобовые, овощи, фрукты. То есть все, что близко к нам в наших широтах. А вот что наш шеф-повар скажет? Вот какие частые продукты действительно люди употребляют в пост? Вот я же, так понимаю, у вас тоже есть в ресторане постное меню? Да, каждый год у нас в ресторане разрабатывается постное меню. И каждый год оно пользуется спросом, потому что очень многие люди в пост стараются поститься. А продукты, которые используются в пост, я абсолютно согласен с Анастасией. Действительно, это овощи, фрукты, крупы, грибы. Анастасия, а вот скажите, вы сказали, что употребляя большое количество продуктов, например, вот те продукты, которые сейчас стоят перед нами, в пост, можно поневоле чуть-чуть поправиться? И все скрывается в гликемическом индексе. Николай, давайте будем откровенными. Возможно, все скрывается в количестве съедаемых в дозе и в количестве приема. Но гликемический индекс, наверное, тоже играет огромную роль. Я предлагаю спросить у зала, воспользоваться помощью зала. Вот поднимите руку, кто знает, что такое гликемический индекс? Ну, вы знаете, что очень хорошо, что вообще кто-то знает, что такое гликемический индекс. Это немалое количество рук, заметьте, Николай. Хорошо. Итак, Анастасия, что такое гликемический индекс? Вы это точно знаете? Это показатель, который отражает скорость расщепления любых углеводсодержащих продуктов в нашем организме. Вот, к примеру, бурый рис у нас сегодня находится. Гликемический индекс бурого риса примерно 55. У обычного светлого риса около 70. Ну, а эталоном гликемического индекса принято считать глюкозу. Из ваших слов вполне очевидно, чем выше гликемический индекс, тем больше вырабатывается инсулина, тем больше расщепляются глюкозы, и эта вся глюкоза поступает в наши телеса. Да, и, соответственно, повышается наш аппетит, и мы хотим кушать все больше и больше. Ну, вот вы специально обратили внимание на бурый рис. И действительно, мне кажется, Игорь, бурый рис, он более диетический. Да, безусловно, бурый рис – это более диетический продукт, чем светлый рис. Знаете, Николай, мы тут немножко посоветовали с Игорем, и есть, кроме бурого риса, еще и черный рис. У него гликемический индекс еще чуть ниже, около 50. Вот как. Поэтому женщины, которые хотят похудеть, могут бежать и за черным рисом. И за черным рисом. Мы поняли, что такое гликемический индекс, и вот перед нами действительно самые частые продукты, которые люди используют в пост – картошка, макароны и рис. От этого можно поправиться, и самое главное – не кушать много. Да, конечно. Все дело в дозе и в количестве переемов. А вот еще такая есть обманка. Многие думают, что, кушая сухофрукты жменями или даже килограммами, они тоже похудеют. Так ли это? Я думаю, не так, конечно. Есть интересный факт о том, что обычный абрикос гораздо менее калорийный, чем, например, курага. Потому что в кураге содержится примерно 274 килокалории на 100 граммов продукта. Поэтому тут надо учесть и этот факт. Как же все-таки соблюсти тот баланс, чтобы и потешить себя, например, картошечкой, макаронами, ну и, скажем так, не перебрать килограмм в пост? Увеличить потребление в пост свежих овощей. Очень полезна капуста. Квашеная, свежая капуста. Редька. Теперь очень большой выбор у нас на прилавках зеленого салата. Ромен, айсберг, фризе, латук. Миксы из этих салатов. Это все очень полезно, очень вкусно, поверьте мне. Но вот здесь есть еще, это то, что иногда люди вроде бы накупили салатов, зелени, замешали большую миску, а потом взяли подсолнечное масло и полбаночкой заправили. А ведь подсолнечное масло тоже, мне кажется, Анастасия, очень калорийно. Оно калорийно, безусловно. Но вопрос в том, сколько заправлять и, соответственно, сколько мы будем уже потом потреблять этой пищей. Но у меня есть еще, например, идея. А почему мы с вами не говорим о том, как правильно готовить эти продукты? Ведь можно пожарить на подсолнечном масле, но ведь можно приготовить что-то и на пару. Конечно. И, естественно, калорийность будет ниже. Ну, вот теперь, наверное, мы передаем ход Игорю. Итак, расскажите нам, пожалуйста, о правильных блюдах в пост, которые бы не приводили к ожирению. Ну, к примеру, сегодня я готовил постный плов. Я использовал растительное масло, но минимально, потому что готовили с шампиньонами и с овощами. Шампиньоны и овощи потом дали свой сок, и уже плов готовился в собственном соку. Вот. Если мы используем растительное масло, то желательно минимизировать его присутствие в нашем блюде. Те же самые салаты не обязательно заправлять их растительным маслом. Заправьте лимонным соком, добавьте немножко соевого соуса. Это, поверьте мне, будет очень вкусно и очень полезно. А вот по поводу грибов. Ведь грибы действительно считаются диетической пищей. Диетической и то, что разрешено есть пост. Я знаю, что грибы в два раза по количеству белка превосходят вареные яйца и в три раза превосходят даже мясо. В наш плов сегодня вошли шампиньоны, свежие замороженные овощи и бурый рис. Поверьте мне, это и полезно, и вкусно. И выглядит все аппетитно очень. Соль я не использовал соевый соус. Только соевый соус. И в конце можно обильно посыпать свежей зеленью. А еще Анастасия сказала, что то же самое можно приготовить и на пару. Конечно. На пару просто, конечно, получится не плов. То бишь мы можем взять пароварку, отдельно выложить овощи, грибы, отдельно сварить на пару рис. У нас будут овощи на пару с грибами и на гарнир использовать тот же рис. А вот скажите, если кому-то вдруг захотелось голубцов, можно ли содержимое чем-то заменить? Придумать какой-то свой постный фарш? Да, конечно. Это те же самые могут быть отварные овощи с гречневой крупой, с перловой крупой. И очень вкусно будет. И будут настоящие голубцы, и они еще и постные будут. Грибы, кстати, тоже можно, наверное, использовать как начинку. Отличное решение. Мне кажется, вот то блюдо, которое вы сегодня предложили, но опять-таки вернусь к самому главному. Тут важна мера и смирение, как вы говорите, Анастасия. Потому что если все равно все эти полезные продукты кушать без меры, то хочешь не хочешь, а лишние килограммы прибавятся. Абсолютно с вами согласен. Суть поставить в том, чтобы не похудеть, не истязать себя, а делать это все правильно, с хорошими намерениями и с правильными мыслями в голове. Ну что ж, огромное спасибо вам за правильные мысли, огромное спасибо за посыл к смирению, а вам спасибо, Игорь, за постный обед. Что мы узнали сегодня? Рассеянный склероз не имеет никакого отношения к старческому склерозу и рассеянному вниманию. Пациентам, к сожалению, придется жить с этой болезнью всю жизнь, но современная медицина ищет способы для того, чтобы улучшить качество жизни. Запомним, все болезни родом из детства. Поэтому мамы, папы, дедушки и бабушки, обращайте внимание на то, как питается ваш ребенок и как он занимается физической активностью, и это залог здоровья. Костные блюда могут быть полезными и калорийными, поэтому здесь самое главное помнить простой принцип – все хорошо да в меру. На этом сегодня все. С вами была программа «Здоровье». Берегите себя и ваших близких. Увидимся ровно через неделю. Аплодисменты.